Так, Евангелист Лука указывает и причину, по которой он приступает к Писанию Евангелия. Чтобы ты имел, говорит, твердое основание того учения, в котором был наставлен. Евангелие от Луки, первая глава. То есть, чтобы ты удостоверился в том, чему часто был поучаем, и пребывал в твердой уверенности, Иоанн сам умолчал о причине написания им Евангелия. Но, как говори, дошедшие до нас от отцов предания, и он приступил к Писанию не без причины. Так как первые три евангелиста по преимуществу старались изложить историю земной жизни Христа и учению о божестве Его угрожала опасность отца нераскрытым, то Иоанн, побузаемый Христом, приступил, наконец, к написанию Евангелия. Это видно как из самой истории, так и из начала Евангелия. Он начинает не с земного, подобно прочим ангелистам, а с небесного, которое он по преимуществам имел в виду и для того составил всю книгу. Впрочем, не только в начале, но и во всем Евангелии, он в возвышении прочих. Ранным образом Матфей, как говорят, по просьбе уверовавших иудеев, пришедших к нему, написал им то, что говорил устно и составил Евангелие на еврейском языке. То же самое сделал по просьбе учеников и Марк в Египте. Вот почему Матфей, как писавший для евреев, не старался показывать ничего более, как происхождение Христа от Авраама и Давида, между тем, как Лука, писавший для всех вообще, возгонит родословие выше, доходя до Адама. Затем первое начинает рождение Иисуса Христа, поскольку для иудеев не могло быть ничего приятнее, как сказать ему, что Христос есть потомок Авраама и Давида. А второй не так начинает, а упоминает предварительно и многих других событиях, а затем уже приступает к родословию. Что касается согласия евангелистов, то мы можем доказать его и свидетельством всей Вселенной, принявшей их Писание, и свидетельством самих, даже врагов истины. Где, писал каждый из евангелистов, этим вопросом заниматься нам нет особенной нужды. Но что они не противоречили друг другу, это мы постараемся и доказать во всем нашем толковании. Если ты обвиняешь их за разногласия, то делаешь не что иное, как заставляешь их говорить одним и теми же словами, употребить один и тот же способ выражения. Я не говорю уже о том, что и многие, извеличающиеся знанием риторики и философии, написав много книг об одних и тех же предметах, не только разногласиями, но и противоречили друг другу. Иное дело разногласий, другое дело противоречия. Но вот о чем охотно спросил бы я, как заслужили веру разногласиящие Писания? Как они одержали победу? Как могли заслужить удивление, веру и славу по всей Вселенной люди, противоречившие друг другу? Свидетелями их проповедей были многие и многие, притом были врагами и противниками. Написав Евангелие, они не скрыли их в одном уголке Вселенной, а распространяли их всюду на суше и море. А слух всех, слух всех, как и теперь они, читая вы, были в присутствии врагов, и ничто несказанного, и сказанного в них никого не соблазняло. И вполне естественно, потому что все во всех производило и совершило божественная сила. Иначе каким образом мы, та рыбарь, не ученые, могли бы так мудро мудрствовать? Чего некогда языческие мудрецы не могли и во сне представить, о том они проповедуют с великой уверенностью и убедительностью, и не только при жизни, но и по смерти, ни двум, ни двадцати человекам, но сотням, не сотням, не тысячам, и десяткам тысяч, а целым городам, племенам и народам, суши и морю, Греции и странам варварских, землеобитаемой и пустыне, возвещая учения, много превышающего наше естество, а сами в земное, они говорят только о небесном, предлагают нам другую жизнь, и новый образ жизни, иное богатство, иную бедность, иную свободу, иное рабство, иную жизнь и смерть, иной мир, иной устав жизни, все иное. И ты не можешь сказать, что учение этих рыбарей было для всех удобно приемлемо, потому что оно маловажно и низко. Нет, оно даже гораздо возвышеннее учения философов. А девцы, например, даже об имени таком и не могли и во сне подумать, равно как ни о нестяжательности, ни о посте, ни о какой другой высшей добродетели. Между тем, наши вчителя не только похоть искореняют, не только действие преступное подвергают наказанию, но осуждают и бесстыдный взгляд, и оскорбительные слова, и непристойный смех, и одежду, и поступ, и крик, простирает строгость даже до всякого малейшего. По всей вселенной они насадили семена девства. О Боге и вещах небесных они внушают такие понятия, какие никогда из философии никогда не могли и на ум прийти. И однако такое высокое учение апостолов было принято и заслужило веру, просветает доселе и возрастает с каждым днем. А учение философов отжило, погибло, исчезло, легче паутины. Вот почему, кроме бесстыдства, оно представляет много темного и трудного для разумения. Что может быть смешнее, например, того учения, в котором философ, потратив тысячи слов на то, чтобы показать, что такое справедливость, все еще старается разъяснить этот вопрос длинной и крайне неясной речи. Если бы он указал что-нибудь и полезное, то для жизни человеческой, и это осталось бы совершенно без пользы. В самом деле, если бы земледелец или воятель, или плотник, или корчий, или другой кто-нибудь, питающийся трудами рук своих, вздумал отстать от своего занятия, от исчезных трудов, чтобы потратить многие годы на изучение того, что такое справедливость, то прежде чем узнать это, он ради этой самой справедливости изнурил бы себя постоянным голодом и погиб бы, окончил бы жизнь своим насильственной смертью, так и не научившись ничему полезному. А наше учение не таково. И в кратких и ясных словах Христос научил нас, в чем состоит и справедливое, и честное, и полезное, и великое вообще добродетель. Аминь. Аминь. Сола. Сола. Продолжение следует...